Привет, с вами Андрей. У нас прохождение боевого мага Shutterpixel Dungeon. А собственно мы остановились на том, что так и не выбрали способность. Ребята играют через крысы под креплением. На самом деле интересная способность, отвлекает на себя ваших врагов, но я ей обычно не играю. Также эта крыс способность хорошо работает с перком, рокировка. Крыса, если далеко убежит, вы можете просто поменяться с ними местами. Что на самом деле работает очень-очень хорошо. Что касаемо наших способностей. У нас в данный момент вот такие вот способности и вот такой вот инвентарь. По зачарованиям у нас присутствует амфибия, вампиризм, зачарование на скорость у нас на палочке, точнее на посохе. А собственно тренька у нас на межпространственные щиты, которые увеличивают респаун врагов в ночное время у нас как раз в ночное время в данный момент. Давайте вместе с вами откроем карту, посмотрим, что у нас из себя карта представляет. Наша задача в первую очередь найти рассадник демона. Давайте до него добежим. А собственно на нас-то демон-потрошитель напал. Убили демона-потрошителя. Это проецирующий злобоглаз. Как вы понимаете, мы его здесь не сможем скорее всего впинать, а он нас даже сквозь стены видит. Гнида такая. А учитывая то, что он летающий, на него можно проразать огонь без проблем. Нам дали камень шока для перекусения. Наша задача дойти до рассадника демона, чтобы вот таких вот мобов по нам впихнули огромный урон. Тут присутствие злобоглаза, который очень больно пробивает магию нас. Рассадник демона почему-то сгорел тоже. Непонятно, куда делась дверь. Но не суть важна. Давайте уничтожим. Рассадник демона. И, собственно, всех демонов, которые здесь присутствуют. Потрошитель. У нас есть ключик. Собственно, присутствует суккуб. Суккуб очень больно у нас будет бить. И когда вы, собственно, суккуб вас очаровал, вы не сможете конкретно его атаковать. Но другие цели вы атаковать сможете. У нас присутствует ключ. Давайте его откроем. Мы нашли зелье холода. Энергические кристаллы. Ну, и, собственно, все. Собственно, пчела. Пчела одна из самых полезных мулов. Пчелу в идеале, конечно же. Пчела, по сути, не ваш, не враг, но и не ваш друг. Потому что, если вы ее не приручите, разумеется. Сглобоглаз по нам стреляет. По нам дали покалеченность. Аскорпионы. На 23-м уровне появляются аскорпионы. И из-за этого мы очень много урона можем получать. Наша задача успевать нажимать, собственно, очарование на мобов. Мы, скорее всего, не успеем. Да, злобоглаза? Да. Поэтому нам нужно будет ждать. Обратите внимание, у нас точность персонажа упала. Учитывая, что мы рассадник демонов уничтожили, мы, в принципе, могли бы уже выходить, но... С текущей комнаты. Но, я думаю, нам нужно еще по возможности собрать весь игру, который здесь присутствует. Собственно, скорпион. Но скорпион очень плохо стоит. Он стоит в воде. Мы его смогли бы раздамажить. Как вы видите, скорпион оказался хитрее нас. Вдохновленный чемпион. У него очень-очень сильное уклонение. Чтобы уничтожить вдохновленного чемпиона, вам нужно в большинстве случаев бить его магией. По крайней мере, как показала практика. Нас повесили по калечению. Он у нас снижает скорость передвижения. Но для нас это, в принципе, не критично. У нас еще один скорпион. Как вы видите, численность скорпионов растет. Но скорпионы трусы. Они будут вам бить в спину, когда у них предоставится такая возможность. Убили одного скорпиона. Из скорпионов падают зелья. Поэтому сбрасывать скорпионов не всегда иритативно может быть. Подожгли ваза. Получили с него семечко. Видим еще одного скорпиона. Давайте перекрутим. Выстрелим в него палочкой земли. Для того, чтобы получить защиту. Видим скорпиона. Дадим ему очарование. Для того, чтобы он начал щемиться. Как вы помните, у нас преимущество. Потому что у нас руна амфибия. А как вы видите, скорпион идет по местности, в которой нет воды. Тем самым скорпион сгорел. Мы немножко не пригадали момент. Тем самым мы тоже немножко подожглись. Видим, собственно, скуба. Как вы понимаете, огнем лубить будет бесполезно. Да и нам это будет не выгодно просто элементарно. Ну, просто закончится у нас все в двери. А, собственно, таинственный сад. Ну, ничем особо не примечательная локация. Единственное, можно полутать семена в большом объеме рассинки. Особенно очень полезно, если вам нужно пробафать свой амф. Собственно, в моем случае нужно пробафать амф, его осветить. Еще нет, несколько семян. И, собственно, эта семечка, звезда цвета, она дает вам баф. Вдохновление, увеличивает вашу точность, уклонение. В общем, увеличивает вашу эффективность, как бойца, в целом. Дверь нас от первого удара защитит. Особенно, что они летающие, то для нас он... ...бреки еще. Это, собственно, ловушка огня. Чтобы пройти, нужен холод. Причем только холод. Семена холода не подойдут. Нужна именно зелье холода, либо палочка. Кидать лучше всего в угол. Она более рациональна. Если у вас есть возможность еще приморозить мясо, это стоит сделать. Давайте запихнем в рог мясо, чтобы оно нам не мешало, как и дополнительную еду. Как вы видите, скорпион нас увидел и сбежал. У него, видимо, дальность плюс одна клетка, потому что он нас увидел на дистанции. Причем на достаточно большой дистанции. Включили факел для того, чтобы видеть вот таких вот несчастных, несчастных скорпионов. Кидаем ему огонь для того, чтобы он получал урон в течение времени. Огонь в этом вопросе, конечно, хуже, чем коррозия. Если у вас есть палочка коррозии, она будет более эффективна. Это один из самых страшных чемпионов, который здесь присутствует. Именно растущий. Он очень больно бьет. Любой его пить, какой бы у вас ни был, он будет очень-очень больно. Но нам повезло. Злобоглаз, как вы помните, бьет два хода. Соответственно, у нас еще есть один ход, чтобы от него сбежать. Давайте его сделаем. Как вы видите, у нас все не так радужно, как показалось на первый взгляд. У нас еще один злобоглаз, и он стреляет в нас. Весью клетку вышел, но не суть. Как вы видите, количество злобоглазов растет. Неуклонно. И они нас окружили. Сложно сказать, что сделать в этой ситуации. А я думаю, тут... А, сбежать у нас не получится. Почему? Потому что у нас слабоглаз... Хотя нет, сбежать у нас, наверное, получится. Дайте попробуем сбежать от него. Как вы понимаете, следующий выстрел по нам будет означать поражение. Для нас... Как вы видите, злобоглазы даже на очарование не работают. Мы сдвинулись, а они все равно по нам выстрелили. Кастуем временные пузыри, просто убегаем от этой локации. Потому что нам очень много урона нанесли. Мы просто к такому количеству урона не готовы. Я жду, не дождусь, когда у меня семечка скорополоха появится. Для того, чтобы загридить, собственно, ботинки природом. У меня она что-то не появляется или не появляется. Нам бы в идеале восстановить свое здоровье. Для этого нам нужно найти дукое место. Как, например, здесь. И в теории просто постоять полечиться. При этом не забыв переодеть рог изобилия. Для того, чтобы он нас просто кормил. Очень необходимо есть. Как вы понимаете, мы огонь использовать здесь не можем. Потому что мы стоим на траве. Все остальные мы используем. Давайте постоим, полечимся. Ой, боль. А что вы понимали, кто это? Это огненный чемпион. И он как раз пришел в локацию, где очень много травы. Блин, как же нам не повезло. Но на самом деле нам важно, чтобы он нас просто не атаковал. Обратите внимание, они уклонились. Наш страж, там кто-то... Это был наш страж. Ай, блин, нас опять зажали, а. Ой, как же не везет, а. Сложно сказать, что вы делаете в этой ситуации. Скорее всего, нам придется принимать бой. Потому что, ну, у нас особо вариантов нет. Поэтому... Насложно сказать, к какому лучше подойти. Давайте подойдем к этому. К огню. Все-таки будем ловить урон от огня. А сейчас по нам очень много урона пройдет. И нам ни одна из наших артефактов не поможет. Поэтому нам нужно тут лечиться. И причем только лечиться. Урон от того, что будет очень много. Нас зажали. И из-за этого мы ничего толком узнать, особо сделать не можем. Собственно, кастуем на себя, наверное, защиту. Он в любом случае должен выстрелить. Когда злобоглаз, чемпион огня не погибает, он распространяет огонь. Нашли семя солнечника. Немножко горим. Ну, на самом деле, это ожидаемо. Давайте поедим. Используем огонь для того, чтобы убить большинство. Хотел полечиться. Полечился, блин. А скорпион, он трусливо будет убегать от вас. Потому что скорпионы трусы по натуре. Вот там я вижу присутствует еда. Но в идеале бы ее забрать. Как же вы утомили, а? Как вы понимаете, у вас не получается полечиться. Это вроде замкнутая комната. То есть сюда, по идее, никто не был заходить ползти. Почему-то мне не дают полечиться. Вот вы сами видите. Нам упорно не дают полечиться. Еще и этот таракан припал сюда. Тихо, 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 тихо. Тихо, хватит урона. Нормально, то есть они по меня попадают, а я по ним ни хрена. Красота. Как это работает, непонятно. Забрали холод. Опять же, у тебя кулдаун что-то очень быстрый. Вы сами... А, за нас замедление надо. Думаю, что он так быстро пробивает. Прыгать мне не помню. Ой, ты гнида. Получили урок еды. Получили. Забираем рацион пищи. Давайте выкинем. Заберем рацион пищи, вложим его сюда. В наш урок. И все, в принципе, мы можем двигаться. Да, мы можем двигаться. Давайте посмотрим. Ага. Как вы видите, эта гнида еще живая. Как вы видите, у меня даже дистанции не хватило, чтобы поджечь шторакан. Кто ты? Я просто хотел забрать, собственно, бомбу. Не знаю, насколько это актуально будет. Но бомба, я думаю, лишнюю не будет. Вот, перепутчик. Должен не... Кстати говоря, я тут заметил одну вещь. Но с сухубов не работает очарованием. Не знаю, как это работает, но факт, что они не работают. Давайте поедим. Или нападим. Перекусить. Собственно, следующий этаж. Вот этот каракан. Что ж ты будешь делать? Давайте ему дозем. Огонь. Как вы видите, мы не можем пробивать сухуба, потому что он нас очаровывает. Когда сухуб пробивает по очарованной цели... Следующий выстрел у нас, скорее всего, добьет. Поэтому давайте выкинем все это исчезание. То есть, конечно, мы бы не промахнули. Как вы видите, очарование не работает на злобоглазах. То есть, вам нужно только себя, скажем так, разминать дистанцию. Нам нужно просто перейти на следующий этаж. Перешли на следующий этаж. Наша задача, в первую очередь, найти рассадный гемор. Он находится вверху, но нам нужно просто за него доползти. Давайте перекусим. Видим один рацион пищи. Давайте его сразу же положим в наш рог изобилия. А как вы понимаете, все мобы сразу же к нам прибежали. Поэтому наша задача поменять местами артефакты. Просто делать это ее моби. Видите, мобов много хрена. И нам не дают просто даже пройти. На самом деле, это очень много мобов. Блин, я, честно говоря, даже не знаю, что будет в связи делать. Давайте подумаем. У меня просто нет контролирующих артефактов для того, чтобы... Ну, кроме, конечно, ботинок. А, у нас есть крысоморфирование, я чуть забыла. Да, у нас есть крысоморфирование. Крисоморфирование. Крисоморфирование. Давайте я за крысоморфируем этого моба. Закрысоморфируем этого моба. Это просто какой-то пипец. Блин, ну как так много мобов? Ай, блин. Да. Не, ну разработчик явно с респауна мобов переборщил. Ну как так? Ну блин, я только зашел, меня сразу в десяток окружил. Ну, так же не работает. Ай, блин. Как же не везет, а? Вы не представляете, как не везет. Давайте я это чуть дам. Ой, блин, сейчас мне еще и кровоток дадут. Ёшкин матрешкин. Ой, блин. Ой, ладно. Попутывай меня. Угу, угу, угу. Антимагический чемпион рядом с нами стоит. Как раз под мага. Так, чтобы мы не пытались его забивать руками. Блин, ну антимагический такая жопа. А почему? Потому что мы его тупо не можем пробить магией. То есть нам его чисто физео бить надо будет. А он нам периодически очарование дает. Из-за этого мы пробили с горем пополам этого чемпиона. Просжигаем к чертям этот рассадник. Он уж очень дорого нам обходится. Я думаю, два, два поражения у него рассадник хватит. Это на всякий случай три просто. А, смотрите, еще один. Видимо, у рассадника больше, что-то. Я думаю. Кстати говоря, а по нам сейчас по лицу кто постреляет. Замолодись, мой злобоглаз. Здравствуйте. Я пошел. Опять ты здесь, а? Ну, честно, нет слов. Честно, ну просто нет слов. Ой, блин. Сколько там, 30, да? Крыса морфирования у нас не работает. Выйти мы отсюда не можем. Обратите внимание, урон нам все равно проходит. Даже если мы их очаровали. Ай-яй-яй. Очень больно. А, я думаю, тут нужно дать ужас массовый. Так, возьми их для. Дать массовый ужас. И забрать силу. И забрать силу. Посмотрим, что если у нас... Ага, у нас, собственно, два и это. Ну, в принципе, мы можем уходить уже отсюда, потому что у нас два свитка. Один свиток мы улучшали свой посох. Две силы мы нашли. Рассадник победили. В принципе, мы можем уже отсюда сваливать. А тут просто очень много врумов. Это как-то... О, прям очень много. Давайте посмотрим наличие мимика. Это мимик. Мы не будем пробовать мимика. Уай. Здравствуйте. Горим. 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 Земля. Чтобы вы видели ваших врагов, стоит использовать пакел. Особенно, если враги дальнобойные. Прожаренное мясо. На самом деле, нам еда не нужна. Но нам меньше всего нужно оружие. Поэтому давайте выкинем оружие. Вместе с броней. Максимальный уровень на текущей локации 28-й. Поэтому нам нет смысла тут вообще задерживаться. Почему? Потому что мы получили максимальный уровень локации. Нам бессмысленно здесь что-либо делать. Поэтому нам нужно просто делиться дальше. Давайте поставим алхимика. И плавненько будем готовиться к тому, что алхимик нам сейчас заряды принесет. Нужно еще дождаться алхимика. Дождемся алхимика. Тогда уже нужно будет двигаться дальше. Заодно можно еще поперезаряжать его. Собственно, слабоглаз. Нам просто нужно дождаться алхимика. Лайк. Здрасте. Как видите, количество гневичков что-то зашаливать начало. Но фишка в том, что они друг друга начинают атаковать. То есть они друг другу наносят урон. Тем самым для них даже страшнее, чем... Я для них даже менее страшен, чем они сами для себя враги. Нам, конечно, в идеале ботинки загрейдить. Давайте... А, хотя если мы сейчас перекинем, у нас, наверное, не получится загрейдить ботинки. Собственно, камень не ужас. Это хороший камень. Его стоило бы забрать. Единственный вопрос, что взять как альтернативу на него. Давайте расщепим, наверное, шок. Хотя нет, шок более полезен будет, мне кажется. Давайте овец... А хотя нам нужно ячейку освободить. Земля, агрессия... Да, давайте тогда интуицию... Избавимся от интуиции полностью. Заберем камень страха. Разложить 12. Два уровня. Ну, в принципе, как-то так. Единственное, мы не весь этаж исследовали, но это можно будет сделать на выходе. Здесь просто фишка в том, что нам не дают опыта. Нам нет смысла здесь задерживаться. Поэтому пьем два зелья опыта. А, кстати, нам не дали... А нам семечко не дали. Да, можно было зачаровывать. Пьем два зелья опыта. Мы их выпили. Получили немножко опыта для алхимика. Так, сейчас будем варить зелье. Давайте посмотрим, что у нас есть в наличии. Что нам нужно по зельям. Это у нас все ячейки заняты. Что-то мне подсказывает, что нам просто место не отдал. Да? Плохо, когда очень, скажем так, мало места в инвентаре. Просто оно как-то все занято не тем, чем можно. Тем, чем хотелось бы. Вот и богатство выкинем. Перезарядка неплохо. Но я думаю, мы и без нее справимся. Я надеюсь, что, по крайней мере, на этом... Стихии пока наркожей выкинем. Ну, собственно, что касаемо пустофрукта... Ну, он, в принципе, нам не нужен, потому что зелье единственное... А хотя мы, в теории, могли бы сделать сейчас пустофрукт. Давайте его сварим семечком солнечника, чтобы у нас получилось зелье исцеления. Только нас еще немножко насветит. Зелье исцеления для нас будет полезно. Семечком не факт, что мы сможем воспользоваться. Вот. Опутывание руны, конечно, не самое лучшее, но все-таки она неплохая в целом. Наша задача сделать себе зелье, которое нам помогут против боссов. У нас присутствует яд, присутствует антигравитация, которую мы почему-то до сих пор не использовали. Собственно, нам нужна, получается, огонь. Давайте сварим. Получается, нам нужен огонь. Огонечек. Он, я не понял, он упал, что ли? Нет, не упал. На самом деле, вот, неудобно сделано. Его надо искать, этот огонек. Огонек. Собственно, сделаем огонь. Наверное, лучше две штуки сделать. Для того, чтобы, ну, просто себя по комфорту не чувствовать. И не заморачиваться с мобами, которые, во-первых, огненная длань. Просто против них по комфорту не будет стоять. Так, собственно, наша задача, собственно, сделать также зелье эликсир могущества. Мы делаем его. У нас очень мало энергии осталось. В идеале, конечно, ее бы еще набить. Давайте выпьем зелье силы. Выпьем могущество. Могущество. Где оно у нас? Вот у нас могущество. Выпьем. Собственно, у нас 177 хп. Хорошо. Теперь нам наша задача бафнуться. Ну, по возможности, по максимуму. У нас присутствует два свитка зачарования. Вот просто, куда их запихнуть. Ложно сказать. Я думаю, на палочку мы нафиг не вводим. Давайте по возможности. В идеале можно было бы, конечно, на кольцо кинуть. Но кольцо, мне кажется, и так достаточно сильное. На плюс 3, я думаю, нам кольца хватит. Давайте на доспех бросим. Понятное дело, что зачарование, скорее всего, сотрется с доспеха. Ну, для нас это, в принципе, не критично. Стерло руну. Нам не страшно. У нас 3 глифеля. Это скорость. Скорость нам не нужна. Потому что враги нас постоянно прессуют. Но скорость нам не поможет здесь. По крайней мере, она не сильно нам будет нужна. А давайте сделаем из свитка в себе. Собственно, камни перемещения и, собственно, искажения. Камни перемещения есть. Искажения тоже есть. У нас закончилась энергия. Нам нужно что-то расщепить. В идеале, конечно, хотелось бы поставить арену, для того, чтобы драться с днанями. В идеале это будет попроще, я так думаю. Нам нужно что-то расщепить для этого. Давайте подумаем, что мы могли бы расщепить. Давайте немножко холдер расщепим. Как раз арена у нас готова. Есть. Так, телепортация, телепатички, заход. Анти-голод, скорость. Скорость в идеале бафнуть, но у нас не хватит этого. Так, одна. В общем, сейчас будем готовиться. Тихонечко. Ну, я думаю, остальное можно подготовить, будет чуть позже. Ну, мы, в принципе, в большей степени подготовились. Нам осталось забафиться на маг-защиту, на физ-защиту. И, собственно, идти туда, к боссу, для того, чтобы он нам по максимуму ничего не смог сделать. Телепортация нам, скорее всего, поможет. Но, опять же, не факт, что то место будет комфортнее для нас. Поэтому, условно сказать, оставим пока одну телепортацию. У нас, собственно, природная броня. И, как вариант, сейчас попробовать прожать природную броню и попробовать прожать... Ну, это на следующем уровне. Попробовать прожать чаши еще на Х2. Чтобы они просто были. Скорость, я думаю, мы так и оставим на ботинках. Овцы нам не нужны, поэтому давайте их расщепим. Большую часть по каме. Я вообще овцами не пользуюсь, но овцы очень полезный предмет. Мне не пользуюсь. Также камень несновидения для нас также бесполезен. Скорость для нас, в принципе, не актуальна, потому что там слишком много врагов будет. Мы единственные, когда на восхождении. Скорость нам может помочь. Давайте посмотрим, что из-за скорости. Опять вода, да? Это вязкость. Ну, меньше урона получать неплохо. Вновь еще останется. А лучше пока ничего нету. Поэтому никаких здесь нет. Что касаемо еще одного зелья. Я хотел еще одно зелье сделать. Собственно, где она у нас? Вот она. Она называется мистическая броня. Собственно, природная броня и мистическая. Давайте сделаем мистическую броню себе. Ну и, собственно, природную броню тоже можно сделать из яда. Что бы она просто была. Бафнемся на мистическую. Бафнемся на природную. Природная, скорее всего, у нас к месту привязала. Я правильно понимаю. Да. Ну, как-то так. Каменя баланса у нас и нету. У нас есть еще одно зачкование, на всякий случай. Ладно. Я думаю, мы вроде как подготовились к БОС. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.